Я, в общем, сын Павла, и я хотел с вами очень серьезно поговорить. Так, кто это? Кто? Я... Алло. Я сын Павла Настев, он бывший священник. И я хотел с вами поговорить очень серьезно. У меня есть один вопрос, который у меня очень... Подождите, а сначала я узнаю, что за священник? Я должен знать, с кем разговариваю. Ну, давай, папа. Сейчас я его... Сейчас. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, да, я как-то вот смотрел, ну, правильный штаб, потом у вас там мое видео, написали, дали скайпу. Еще по поводу Питера, вы спрашивали про собаку, про людей у меня. Так, вы где находитесь, а живете где? В Петербурге. В Петербурге, так. Так, а что про собаку-то? Ну, писали, папа, что можно ли у нас переночевать. То есть, я еще написал, что да, есть телефоны, да, разрезы, что ли. Вы сейчас говорите только про Санкт-Петербург? Суть в том, что у меня сын приехал сегодня, мы не виделись лет 8. Вот, у него там какие-то очень тяжелые вопросы, серьезные. Так, слушаю. Я ему на этот вопрос... Так, минутку. Если нас сейчас прервется связь, вы заново восстановите ее. Хорошо, хорошо. В общем, я ему не могу на этот вопрос ответить. Я думаю, что вы сможете ему помочь. Я сначала сейчас кое-что спрошу вас. Да-да. Мы с вами знакомы были или нет? Нет, мы только вконтакте, друзья. Там видно у вас сидит модератор. Я вконтакте не выхожу вообще. Там модераторы работают, они не перебиваются. Да-да-да, вот модератор мне дал ваш скайф, сказал, как бы, время. Хорошо, давайте, слушаю вас. Так, вот Николай, сын мой, вот он очень большой. Если прям совсем вкратце, то у меня такая проблема. Я, как бы, понимаю за собой один очень серьезный верх, но не могу раскаяться сердцем. И, как бы, вот я его, например, пытаюсь описать, но описывал отцу, дохожу до какой-то точки, и дальше я сам не могу. То есть мне нужна, как бы, не знаю, как, может, помощь, может, что. Может быть, я попробую вам его начать описывать, рассказывать, и, может быть, получится, я не знаю. Так, подождите минутку. Я не священник. Ну, понимаете, я не в том смысле раскаяться, что исповедаться, а в том смысле, чтобы поделиться с кем-то. И мне кажется, вы тот человек, с кем, кто может как-то, кому, ну, я не знаю, кому, может быть, можно рассказать. Потому что я, ну, скажем так, кое-что услышал в ваших словах, что не все слышат. Потому что, можно сказать, получил знания, которые мне не по уму. Вот. Я сразу вас хочу еще в этом деле предупредить. Мы с вами не друзья и не враги. И вы, как бы, не опасайтесь меня. Но если вы начнете говорить то, что другим не говорили, а все равно другим где-то вы говорили, это будет известно, и вы будете думать, что я кому-то сказал. Я много лет работал с закрещенным, и знаю, он уже неоднократно кому-то рассказывал. Я понял, я уже понял, о чем вы говорите. Да, да, да. Чтобы, а он теперь, после того, как мне сказал, а я и даже рта не раскрывал, а в это время следователь начала работать по этой стороне. А, поп разболтал, а я, во-первых, не поп и ни с кем не разговаривал. Он уже там трепался на верхней шконке, с кем попало. Так что, лучше бы не говорили вы мне, потому что наши отношения могут быть хорошими. Вам сколько лет? Ну, в моем случае, мне лет 19, но в моем случае отношения, может быть, у нас могут быть хорошими, но мне кажется, что у меня уже в жизни не будет шанса раскаяться вообще. И как бы, ну то есть, как бы вам объяснить? Пока без пояснения, чтобы время не тратить, я коротко скажу. В 19 лет, ну это если только вы не знаете с женщинами, это рукоблудие. Это главный грех, в котором боятся раскаяться. Больше ничего нету. У меня серьезный грех. Понимаете, я вам говорю, что это связано, как правило, всегда на одном мытарстве. Мытарство-гудар. Связано с этим, но... О этом лучше не говорить. Просьба не говорить. Вы в моих материалах найдете где-то, там есть священник, и там, я просто прошу вас, не надо. Мне не надо это. А я вам косвенно скажу где-то. Вы понимаете, я очень глубоко раскопал на самом деле причины, но не докопался до истины, потому что у одного у меня не получится. И мне нужен не просто человек, допустим, я не знаю, конечно, того священия, по которому вы говорите, может быть, он поможет, вот, именно вот вы здесь можете помочь. Точно. Ну, не то, что точно, но... Дальше подробности, время не тратить. На первое место сразу извините себе, пишите. Так, сейчас... Сейчас... Листочек. Вы нам поняли листочек, а большое лист вы заведите. На столе, чтобы он у вас лежал. И всегда лежали рядом ручка, карандаш. В любой момент могли... Независимо от нашего разговора, Пока не говоримся, я не дам разрешения, больше не звонить. Запомните это. То есть, пока вы не дадите разрешения, больше вам не звоним? Я вам дам ответ. Пока не разрешения, не дам. На какое время звонить? Разрешение. Пока не открою, вам окно. Хорошо. Так, первое. Установите авторитет Божий в душе. Авторитет. Первое, авторитет Божий. Второе, я вам на все покажу места Писания, где будет. Второе, авторитет Святой Библии. Вот два пункта. Об этом, что нужно сказать? Вы все найдете у меня в книге. Напишите где книга. Открытым оком второй том. Их 30 томов у меня стоит на сайте. Можно вам один вопрос такой важный? А книгу читать быстро и, может быть, несколько раз? Или читать медленно, но спокойно? Медленно, спокойно и заучивать наизусть. Открытый? Открытым оком. Открытым оком. Там противо... Ну, разные материалы. Даются противосектантские. Я вам сейчас покажу, где это находится. Это находится на нашем сайте и на нашем форуме. Вот, первый вопрос. Я буду коротко говорить, пожалуйста, не перебивайте. Я много лет делал занятия в разных университетах. Поэтому я начальник детского лагеря. У меня общение с молодежью постоянное. Не то, что постоянно, а круглосуточно. И поэтому то, что вы говорите, дальше не надо говорить. Мне достаточно несколько слов, чтобы понять, что там есть. Я 17 лет работаю с молодежью, которая попала в трудные места. В заключение. Вы можете представить, какой у меня в этом деле опыт. Подробностей не надо никаких. Но у меня нет такого, за что меня опасали, понимаете? Нет, я знаю. Я не про это сейчас. Я говорю то, за что вы будете осуждены на суде Божьем. Притча Саварона. Человеческий суд это пустое. Я сам прошел пять тюрем отсидел, за слово Божье. В лагерь смерти. Меня этим сильно нельзя пугать. Потому что я приговоренный. Нет, ну а как же мне быть? Вы у меня почитали, это все. А вы уверены, что... 1.7. 1.7. Притча Соломона 1.7. Запишите. Давайте. Мы сейчас сразу открываем. Я показываю вам. Вот сейчас у вас Библия далеко, нет? А, Библия далеко? Далеко. Далеко. Ну, вы пока выпишите то, что я скажу. У меня тут не совсем легко открывается, потому что... О, сейчас, минутку. Притча Соломона 1.7. Я дословно вам просчитаю. 1.7. Записывайте. Начало мудрости. Вы же мудрым хотите быть? Не глупым? Начало мудрости-страх Господень. А вот у меня он как-то потерялся немного. А, ничего нет? Если он не маленький, он, он, есть или нет? Малейка, не может быть. Малейка, это человек дурит просто. Ну, да, да, нет. Можно так сказать. Начало мудрости-страх Господень. Я объясню, что это означает. Точка запятой. Потом. Это один стих. Потом вы проверьте по Библии. Завучите наизусть. И будете говорить. Притча Соломона 1.7. Один это глава, а через двоитощие. Один, двоитощие семь. Научитесь правильно писать. Один, двоитощие семь. Притча это перре, при или притча. Дальше. Подложение-предложение. Глупцы только. Глупцы только. Презирают мудрость. Презирают мудрость и наставление. Точка. Это весь стих закончился. Дальше вы будете просто указывать места. Возьмете Библию и эти места заучить. Пока вы их наизусть не заучите, разговора у нас больше не будет. Экхристианство 12.13. А, подождите, наизусть. Запишите, выучить наизусть. До запятой. А вот всю притчу выучить, два можно наизусть, да? Нет, вот эту притчу. Седьмой стих. Начало мудрости, страх Господний в глупце, только призывает мудрость и наставление. Это немного. Да, да. Это совсем. Дальше. Теперь. Вот это расширенное более. Бойте просто считать. А можете, ну, можете замучить. Для меня это, например, это... Что еще? Что еще писать? Екклесиаста 12.13. Как? Я не услышал. Екклесиаста, екклесиаста, два. Екклесиаста, екклесиаста, 12 глава, 13 си. 12, как еще? 12, двоеточие, 13. Быстро пишите, у меня времени нет совсем. 12, двоеточие, 12? 12, 13. Ну, я не могу понять. 12, это 12, а 13, 13. 13. Это 13 си. Считаю, выслушаем сущность всего. Вот все, что можно сказать. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Вот желательно, чтобы мы здесь выучили. Дальше. Иов 28, 28. Иов. Сейчас я это допишу. А там не надо писать. Вы просто из Библии запишите. Ага. Иов, Иов дальше. Иов 28, 28. 28, 28. 28, 28. Я считаю, а вы потом прочтете. И сказал человеку, вот страх Господень есть, истинная премудрость. И удаление от зла, разум, удаление от зла. Никакому греху не прикасаться. Если вы в это верите, вы дальше запишите. Евангелие от Иоанна 3, 18-21. Иоанн. Евангелие. Евангелие. 3, двоеточие. 3. 18-21. Я считаю слух. 18-21. Это 18, 19, 20, 21 стихи. Включительно означает. Верующий в Него во Христа не судится. А неверующий уже осужден. Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. А суд же стоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злые. У злого человека мозги помрачены. Он делает грех. Он удалился от Бога. Более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Всякий, делающий злое, ненавидит свет. Ненавидит Библию, ненавидит покаяние. А то, что вы позвонили, это здорово, это хорошо. Это уже удар по сатане. Он не идет к свету, чтобы не обречились дела его. Не обречились, потому что они злые. Злые это не означает, что ты делал кому-то зло. Ты делал зло, в первую очередь, самому себе. Потому что вас совесть мучает. Вы уже попали под это. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Еще. Притча 9-10. Притча 9-10. Начало мудрости, страх Господень. Опять же, видите, куда я вас поворачиваю? Теперь я вам сейчас покажу это страх Господень в этой минутку. В неканонической книге. Это мы православные, мы признаем ее. Вы запишите, страх Господень. Премудрость это сказать, Сирахов. Как же Сирах? Сирах. И мудрость? Она называется Премудрость Сирахов. Ну, 2-11. 2-11. Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости. 2-12. Даша, 2-12. Страх Господень, усладит сердце, и даст веселье, и радость, и долгоденствие. Ты долго будешь жить. Сирахов 2-13. Это подряд все идет здесь. Боящемуся Господа, благо будет напоследок. И в день смерти своей, он получит благословение. Страх Господень, дар от Господа, и поставляет на сезях любви. Все. Вот на этом дальше начинаем говорить. Вы помните, что будет суд Божий. Вам это не трудно представить? Да, не трудно. Мы умрем. В этом, несомнение, у вас нету. Нету. И дальше. Человек не умирает со смертью тела. Будет всеобщее воскресение. О чем еще писал Лермонтов. Есть Божий суд на перстике разврата. Есть грозный судья, он ждет. И грех, видите, как сделал Сатана, Златоузберг перевернул. Бог сделал так, что в человеке самая отличительная черта от всего живого – это совесть. Совесть. Совесть помогает спастись даже тому, кто не слышал о Христе. Совесть его то судит, то оправдывает. Бывают язычники, и они живут по совести. У Лескова Николая Семеновича, это хорошо описано, архиерейские записки. У Лескова, это русский писатель, очень хороший. Совесть. Вот сейчас начните поработать по этой стороне. По совести поступать. Ну а Господь сказал, как хотите, чтобы с вами поступали, через апостол Павла он говорит, так поступайте и вы. Вы хотите, чтобы ваши дети были такие, как вы? Вопрос. Сами себе отвечайте. Нет. Теперь, у вас есть друзья-товарищи. Если этот грех, который мучает вас, как-то связан с ними, прекратить всякую встречу. Напишите. Я не знаю, о чем вы говорите. Я просто говорю о том, с чем я молился сегодня. Если этот грех связан с ними. С кем-то связан. С кем-то. Не в тот дом не заходите. Не здоровайтесь. Не походите. Вообще забудьте про того человека. С кем связан грех. Измените маршрут. Если вам это не выдержать, попросите на помощь отца или кого-то. Меня одного не выпускаете из дома. Изменить маршрут. А дальше? Ну, не встречаться, не беседовать, не звонить. Ага. То есть, чтобы отрубить этот канал, откуда идет подпитка греха. Я так и пытался. Своё тело постарайтесь ниже пояса рукой не задевать. Это уже, да. Вот ниже пояса у вас. Посмотрите. А, не задевать. Понял, да. Пояс у вас есть где? Вот видите, я вам покажу. Видите, вот пояс, посмотрите. Вам видно? Да. Вот это пояс называется. Наденьте пояс, сразу наденьте его. А, наденьте? А у меня нету. А вы наденете, а вы распоясанный хулиган просто. Распоясанный. Слово распоясанный хулиган. А пояс, 108 раз в Библии говорит, что пояс был. 108. Пояс надень, да. Вот запишите. А вообще не тело вызвать ни ноги в том числе. А? Ноги в том числе, там, пятки. Нет, нет, не имеет возможности. Вы постарайтесь только пятки. Ну, сделайте от пояса 60 сантиметров ниже. Вот это зона, которая вам не предназначена. Понял, понял. А пятки остальное это. Ну, я не называю просто, чтобы вам было поддерживать. Нет, нет, я понял. Я так просто на всякий случай. Я просто говорю, где сатана больше всего действует. Алимень подойдет как пояс? Подойдет, подойдет. И вы сделаете рубашку на выпуск по-русски. Вот так вот. Вот смотрите, как я. Гляньте на меня. Вам видно? Ага. Вот так вот. Это русская форма одежды. Лев Толстой стоит, он снимок, у него рука вот так вот. Ага. Это всегда так было. Это в брюки заправляет эта немецкая форма. Вас как звать-то? Звать как? Меня Николай звать. Николай. Николай, знаешь, как переводится? Ясно, что читал, но вот сейчас... Победитель, победитель. Совершенно эквивалент вашему имени еще два имени. Это редко такое имя, которое трижды повторяется. Это Виктор и Никита. Это одно и то же. Вас можно и Виктором назвать, и Никитой. Победитель. Понял, так. А какой же ты победитель, если грех тебе сел на шею и не слазит? Вот и я думаю. Вот, теперь, вы не хотите за сатаной идти. Вы скажете, а зачем он мне нужен? Вы должны быть руководителем. Вы должны быть лидером. Лидером где? Над своими чувствами. Над своим сердцем. А у лидера должно быть шесть качеств. Запишите. У лидера шесть качеств. Независимо от того, вы директор фирмы какой-то будете, будете мужем, будете вы руководить семьей своей когда-то на работе. Это не имеет значения. Шесть качеств. Шесть. Вот. Первое. Воображение. Первое качество, которое вам нужно развить. Вы должны воображать. Вот что-то делаете, переезжаете. А что из этого будет? А вот я сейчас думаю там так. А что за этим будет дальше? Вы должны все разложить по полочкам и сказать. Вот здесь мне не справиться, тут нет, поэтому дело закрыто. Пока не приступил. Второе качество. Знания. У вас мало знания. Вы даже название Библии не знаете. Знания. Ты должен много считать. Считать полезное. Классику, литературу знать. Толкование святых отцов. Собор и церкви. Мне это легко с вами говорить, потому что я этому отдал 51 год. Непрерывное обучение, не считая 23 года, которые впереди мне были. Мне 74 года. Сколько? 74. Полуден. Так, знания, дальше. Знания. Третье, умение. Умение. То есть одно дело знать, другое дело уметь это делать. А как их первым делать? А вы сами увидите, что вы допустим узнали, а как это претворить в жизнь. Вы видите, вот булка, она вам нравится. Вы ее намазываете маслом. Ты должен уметь сеять хлеб, выращивать корову, доить ее и делать масло. И тогда намазать на кусок. Не быть дармоедом. Вам понятно? Ну это получается все учиться надо всему? Вы посещала, приверьтесь к этому. Вот мы с нуля стали строить православную деревню. Ага. В России разрушено 21 тысяча сел. Полностью исчезли. 21 тысяча. А это было, что государство образующее поселение. У нас не катастрофа. Мы находимся за гробом. Мы не стали рассуждать. В самый трудный момент, 91-й год, когда все летело вниз головой, мы получили участок земли, добились статуса и с нуля начали копать землю лопатой. А сейчас трактора, машины, интернет, все в деревне. Это единственная деревня на всю Россию. Играются свадьбы, похороны. И все только верши. Мы все православные. Четвертое качество. Записывайте. Четвертое. Решительность. Решительность. Вы не смотрите на то, что у вас трудности какие-то, недостаток. У вас физические недостатки большие? Плоскостопия третьей степени серьезная. Какая? Плоскостопия третьей степени. Это не болезнь. Забудьте про нее. Просто забудьте. Вам, может, странно покажется, что я буду говорить о том, что я не съел ни одной таблетки за всю жизнь. Почему? А я не болею. Я вообще не болею. Нет, я как раз могу это понять. Но я могу это понять, причем этому ложным путем. Нет, не ложным. Я не считаю то, что у меня болит. Это не болезнь. Это естественное разрушение организма. Болезнь какая? Я упал и сломал там шею и бедра, или руки мне переломили, хулиганы напали, голову проломили. Вот это болезнь, пока мне заживет. Вы перестаньте стонать. Забудьте про плоскостопие. Забудьте. Теперь, вот чтобы быть решительным, вы должны установить у себя распорядок правильный. Записывайте распорядок дня. В это качество войдет, в решительность. И завтра, если у вас это не получится, начните через час по новой. По новой. Никогда рук не опускайте. И когда эти шесть качеств, которые я вам назову, вы увидите, что они вам нужны, наше знакомство продолжится. Если вам это не нужно, это последняя встреча. У меня нет времени, просто зачем баловаться. Так. Вставать. Алло. А последний качеств? Послушайте, вставать всегда. Запишите. Утреннее вставание. Я не слышу. Связь. Связь. Почему не слышно? Посмотрите. Вам не слышно? Связь. Может быть, вам не скользится? Подождите. Почему не слышно? Посмотрите. Может, у вас какое-то... Я вас не слышу. А видите? Видите? Глазами. Глазами видите? У меня... У меня... Скайп... Скайп... Программа не хочет... Голос очень оптизирован. Я не слышу. Могу понять. Шестое качество. Я еще могу сказать. Ну что, перезвоните? Ну, как быть-то? Давайте перезвоним вам. Давайте.